14 января в Давосе состоялась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской формуле мира. Украинская формула мира сохраняет свою актуальность. Украина включает все большее число государств в ее обсуждении. В прошлый раз на встрече на Мальте было 66 стран и организаций. В этот раз был 81 участник. В Давос своих представителей делегировали 39 стран Европы, 18 Азии, 12 стран Африки, 6 Южной Америки, 3 Северной Америки и 2 Океании. Страны регионов глобального юга все больше включаются в нашу работу. Это свидетельствует о понимании, этот конфликт в Европе является вызовом для всего человечества. Поднимались ряд новых вопросов, которые должны обеспечить реализацию конкретных пунктов украинской формулы мира, которая ранее была обнародована президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот раз советники по нацбезопасности рассмотрели ключевые пять пунктов мирного плана Украины. А именно выведение российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости, экологическую безопасность, недопущение эскалации, повторение агрессии, подтверждение окончания войны. Сама встреча произошла в более расширенном формате, чем предыдущие встречи в формате советников. В частности, более 80 государств были представлены. Это довольно-таки существенно. И это позволяет говорить о том, что каждая следующая встреча позволяет привлечь все больше и больше государств для обсуждения украинской формулы мира. Представители Литвы и министр обороны Украины Рустем Умеров представили наработки рабочей группы по пункту выведения российских войск и прекращения боевых действий. Предложили создать международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности. Разработать и обеспечить принятие международного соглашения, призывающего Россию к полному прекращению боевых действий и выводу войск из Украины. Все это проводится с целью организации так называемого саммита мира, который Украина инициирует для проведения в обозримом будущем. И саммит мира, он должен в конечном счете привести к наработке определенных конкретных решений для того, чтобы украинскую формулу мира воплотить в жизнь. Также необходимо разработать механизм вывода войск России вооруженных формирований из оккупированных территорий. Мы хотим, чтобы наша формула стала глобальной. Мы хотим, чтобы весь мир использовал наш опыт, учился на наших уроках, использовал наши инструменты и готовые решения, чтобы можно было предотвратить любую другую агрессию в любой другой части мира. Обсуждение ведется, но в любом случае ключевое положение, которое было обнародовано непосредственно самим Андреем Ермаком, это то, что никакой заморозки войны не будет. Украина в этом не заинтересована. И в любом случае Украина добьется своих результатов. Хотя это возможно и будет требовать больше ресурсов и времени. Но каких-либо альтернатив на самом деле в этой ситуации для Украины нет, а по большому счету и для всего мира тоже нет. Ну просто потому, что любая заморозка – это просто создание бомбы на будущее, причем гораздо более серьезной, чем та бомба, которая есть сейчас. Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига и министр юстиции Украины Денис Малюська представили наработки рабочей группы по реализации пункта подтверждения окончания войны. Мы сделали выводы из прошлых ошибок. Договор, которым будет подтвержден окончание войны, должен базироваться на формуле мира, быть многосторонним, то есть подписанным не только Украиной и Российской Федерацией, но и странами-гарантами, быть комплексным и регулировать все сферы, на которые повлияла война. В Швейцарию с визитом прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что он проведет ряд встреч в Берне и выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ну и, естественно, визит президента Украины в Швейцарию тоже довольно-таки важное направление, важное в контексте международных переговоров, обсуждения украинской формулы мира, ну и в целом даже для того, чтобы провести соответствующие переговоры с руководством Швейцарии. Швейцария государство специфическое, нейтральное, но, тем не менее, это страна Запада, и поэтому сотрудничество для нее, с ней, для Украины очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok